Жемчуг Цвета жемчуга бывают абсолютно разные, они зависят непосредственно от вида моллюска, то есть и зависят от температуры, в которой выращивался жемчуг, также зависят от моря, то есть, например, там в Японском море это выращенный жемчуг, либо это Красное море, может там Персидский залив, то есть вот состав воды и вид самой устрицы очень сильно влияет над себя. Кроме того, жемчуг бывает природным, выловленным из водных глубин, а бывает культивированным. Его специально выращивают годами в промышленных масштабах в настоящих живых раковинах на жемчужных фермах. Он дешевле, но имеет в точности тот же состав и свойства, что и драгоценность, добытая традиционным способом. А есть и вовсе искусственные изделия, где пластмассовые бусины сверху обрабатываются перламутром. Отличить подделку можно в первую очередь по неровности жемчужины. Природа почти никогда не создает идеально ровный шарик. Углубление, волны или просто асимметрия – прямые признаки натуральности. Кроме того, чем дольше зрела жемчужина, тем она насыщеннее и лучистее. И на этом нейтральном сером цвете выкладывается нитка из жемчуга и смотрится, во-первых, цвет на объем. То есть цвет должен быть объемный. И смотрится контраст между самым светлым пятном и самым темным. И то есть должно создаваться впечатление, что там внутри жемчуга еще одна жемчужина. Этот натуральный материал универсален и комбинируется ювелирами с любыми металлами и драгоценными камнями. Хотя нитка жемчуга и сама по себе полноценное украшение. Важно, что оно всегда делает женщину элегантной и стильной. Переборщить и выглядеть кричаще в нежном перламутре просто невозможно. Чаще приобретают его девушки, особенно невесты, как правило, в традиционном белом цвете. Больше спрос на жемчуг идет ближе к весне и летом. Поэтому и вообще считается, что жемчуг камень такой, выходной камень, летний и выходной. Как у любого натурального живого материала, у жемчуга есть своя энергетика и тепло. Он успокаивает нервы. А раньше считалось, что даже отдает свой кальций телу хозяина, если это необходимо. Помните, что жемчуг материал очень капризный. Натуральный жемчуг любит морскую либо соленую воду и терпеть не может яркие солнечные лучи и любое химическое воздействие. Пожалуйста, относитесь к своим натуральным драгоценностям очень бережно. Можно изредка купать свои жемчужинки в воде, а надевать на тело такие украшения можно лишь после всех домашних дел и нанесения макияжа и парфюма. Тогда они долгие годы будут обладать мягким перламутровым переливом, глубоким светом и неповторимым очарованием натуральности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!